Не знаю, вы не согласны со мной? Я просто... Нет, я очень часто просто сталкиваюсь с такой агрессивной политикой ведения парадонтологических пациентов. Мне всегда так радостно, когда я езжу на какие-то международные мероприятия и слышу, что на самом деле очень многие тоже размышляют в таком же направлении, что это неоднозначная потеря зуба сразу, тотальная. Я вам просто сказала, что у меня много чего не получается. Для меня вообще... Ну как бы, просто по-человечески. Я в этом переживаю. Нет, за это все переживают. Иначе какой смысл? Если у доктора нету эмпатии, но он как бы не очень состоятельен, как врач, на мой взгляд. И в какой-то момент, просто когда не получается, не получается несколько раз, думаешь, ну и будет все. Ну, прекрасно. Еще автодонт, антиграмма, наверное, даже неплохие. Теперь мы в начале нашей встречи, когда начинали говорить про рецессии, поговорили про фактор такой, этиологический, как ортодонтическое лечение, после которого в 80 с лишним процентах случаев образуется так или иначе рецессия Дисней. Связано это не только с биотипом и с костным положением, наличием кортикальной замыкательной, замыкающей пластинки. Связано это еще и то, куда перемещает ортодонт зубы. Он может иметь абсолютно здоровый парадонт, пациент. Очень частая ситуация, ортодонт говорит, вы знаете, ничего не предвещало рецессии. Была скученность, ну, например, ретрусия, положение нижних резцов. Ретрусию мы выводим в сагиталь в правильное положение ортогнотического прикуса. И что происходит? Зубы висят в воздухе. Их вывели же из дуги. Альвеоляр грибень остался на своем месте. Они на брекетах вышли вперед. Все это выровнялось. Красота неимоверная. Что произошло? Там нету кости, там ушла Дисна, появились рецессии. Откуда они? Был здоровый парадонт. Вот мы сейчас вообще всех парадонтологических и непарадонтологических пациентов, только это если там не совсем подростки, дети, сначала проводим совместную какую-то консультацию. Или я смотрю первое, а потом смотрит ортодонт, мы принимаем решение, нужно что-то превентивно делать, не нужно. Но это дало вот на протяжении... Видите, ортодонтическая ситуация, она такая длительная. Поэтому тут, чтобы получить с ними результаты, очень долгоиграющий процесс, чтобы все это регистрировать. Но мы получили очень хорошие результаты. У нас даже когда они расширяют дугу, даже когда идет расширение челюсти, вывод вот этих вот, например, в положение протрусии зубов, мы не теряем при этом десну за счет того, что мы превентивно создаем дополнительный объем в области этих зубов. Иногда это происходит в процессе ортодонтического лечения, когда все было хорошо, и вдруг начинаются вот эти первые признаки. Мы останавливаем активацию, делаем операцию, и потом продолжаем через три месяца опять ортодонтическое лечение. Но дало действительно очень приятные и хорошие результаты. Эта пациентка с очевидными показаниями к ортодонтическому лечению, она ко мне обратилась в 2008 году, просто по причине ортодонтида средней степени тяжести. У нее были зубодесневые карманы, где-то порядка 5-6 миллиметров, огромное количество над и поддесневых зубных отложений, воспалительный компонент. Ну, то есть все было очень печально. Когда мы с ней сделали все наши любимые кюритажи, выполнили полностью пардонтологическую санацию, оказалось, что у нее есть рецессия десне, и плюс еще ортодонтическая зубочелесная деформация и аномалия. И таким образом мы решили, что мы будем готовиться к ортодонтическому лечению, но ортодонт сказал, что с такими рецессиями мы не можем уже исходно, даже перед тем, как начинать, они уже есть. То есть что будет, они могут усугубиться. Мы провели устранение в двух сегментах на верхней челюсти, во фронтальном участке, на нижней челюсти устранение рецессий, и потом пошли на ортодонтию. К сожалению, вам вот этот второй сегмент, я могу показать только результат, потому что фотограф, который у нас был до этого, потерял все мои фотографии за 2,5 года. Не знаю, что он сделал, но их удалил. В общем, это была такая трагедия, я так долго собирала эти клинические случаи. С этого момента фотографировать теперь только Алексея, я больше никому не доверяю. Это опять же здесь у нее неплохой биотип, все рецессии первого класса, но из-за того, что у нее есть абразии, было принято решение использовать пластический материал, в этом случае была тоже твердая миговая оболочка. Зукели. Посмотрите, из-за того, что у нас зона сместилась с 12 по 16 зуб, здесь я приняла решение центральным зубом сделать первый премоляр. Это допустимо вполне. То есть вот с этим центральным зубом, с выбором центрального зуба, можно немножко поиграть бывает, когда у вас перемещается куда-то зона операции. Обработка, депитализация сосочков анатомических, корни. Фиксация твердой мозговой оболочки, фиксация лоскута. Ну, в общем-то, вот эта картина, с чего была начата ортодентия. Сутью там даже было не столько устранение всех рецессий максимально, сколько именно укрепить ее биотип, создать дополнительный объем, чтобы на ортодонтическую нагрузку это все не стало увеличиваться. Это вот, по-моему, первая дуга самая какая-то еще такая. Это уже полгода. У нас очень все стабильно было, да. Нижняя челюсть, просто нет, это по той же причине этой операции, была прооперирована корональным смещением, четыре листца, с применением свободного десневого трансплантата. И вот здесь вот разошелся шов. И вот так вот сросся. Я потом вот убрала эту всю историю, но вот у нее вот так интересно. Все, трансплантат выжил, то есть там и объемы все есть, как бы... И здесь я, кстати, вот у нее, у этой пациентки я иссекала тоже участок подбородочной мышцы. Одна из четырех-четырех пациентов, у которых я это делала. Ну, в общем-то, результат у нее неплохой, хотя я не думаю, что нам сильно это помогло, опять же. Ну вот, наша верхняя челюсть, она уже становится в каком-то таком приличном виде. Рецессии нет, биотип у нас прекрасный. Ну и все, уже все сняли. И она пошла лечить свои зубы. Так что вот даже из такой ситуации можно всегда решить каким-то образом. Главное, это, конечно, комплексный подход и комплексное взаимодействие с другими докторами, в данном случае с ортодонтом или с ортопедом. Скажите, пожалуйста, если, допустим, было проведено ортодонимство? Уже. Уже проведено. А пациентка уже с 20-30 лет. На нижней челюсти. Визуально все, с фронтальной поверхностью все прекрасно. Фронтальная группа зубов. А с язычной поверхности практически полное удаление крови. Друглость всех, ну, наверное, от 5-го до 5-го. А какая глубина рецессии в среднюю? Какая глубина рецессии язычной? Практически до более чем на 1-2 длине крови. Ну, это печальная картина. Да, и вот он привел мне и говорит, сделай, что... Я говорю, что... Что-то сделаешь. Они перемещали как-то зубы странно. Не знаю. Я вот такое видела буквально на прошлой неделе. Видела первый раз, причем девочка там совсем молоденькая, там, 93-го. Ну, язычные рецессии... Я вам скажу, что я пробовала 4 раза оперировать на нижней челюсти язычные рецессии. Получился один. Я пробовала 2 раза. У меня ни одного не получилось. Я, в общем, обычно отказываюсь их делать. Ну, видите ли, при таких рецессиях там даже дело не в биотипе. Там дело в том, что вам там ничего никуда не переместить особенно. Там уже такая убыль идет, вот эта у вас тонкая полоска, а дальше дно. И там есть риски и с сосудами не подружиться уже и получить какие-то неприятности. Поэтому я, например... То есть в дальнейшем это только удаление, да? Как минимум 4 часа? Ну, ей надо просто за этим пока следить и заниматься тщательно гигиеной. То есть... Ну, можно поговорить с ортодонтом, попробовать компромиссно их немножко увести вглубь, чтобы корни чуть-чуть заглубить туда. Ну, вот это как раз ортодон. Да, понятно, но ему же надо объяснить, что это его результат, а не ваш. Хотя он понимает кожу. Нет, вы знаете, просто я вам скажу, время, когда к продонтологу заталкивали, вот так вот пациент, отвкнув его в спину, сказать, сделайте что-нибудь и закройте, и закрыв дверь за собой, это время давно прошло. Должен каждый свой локус от ответственности нести. Это же его проблема на самом деле, а не ваша. Ну, понятно, я просто просто, что можно, что-то говоря, отношения. Нет, нет, к сожалению. Зуккелли тоже как-то он в Милане показал два случая, как он пробовал язычные. Ну, судя, немножко зная его манеру общения, судя по тому, как он очень так промямлил, все это скомкал и был неуверен, это значит, что это тоже один из двух случаев, который у него получился. Кстати, вот эта пациентка, которая я сейчас вам показывала, у нее они, у нее тоже есть две язычные рецессии на центральных рецессах, они, может быть, миллиметра по четыре, они ее очень эстетически беспокоят, язычные рецессии, я не знаю, что у нее там. Ее не беспокоило, когда она мне пришла с гноем и вот такими вот зубами, а теперь у нее каждый миллиметр чего-нибудь беспокоит. И она меня все время уговаривает, я не буду ругаться, если не получится, там еще что-то, я пожалуйста, я категорически отказываю. Субтитры сделал DimaTorzok